I have ways of blowing things up. Решим, решим, решим. О чем мы сейчас говорим? Муравьеду Билл Джодана и Кларису Фриман. Кстати, возможно и он. Пока Дан не нашел Спэна, жил с отцом, а Лири лично убивает. Блин, почему у меня каждый раз вылазит... Что? Биография мне как-то сможет помочь? Бейсбол. Вот это, может, случайно? И бейсбольная перчатка? И вот это? Нет. Так, Крейг Спэну был сиротой и называл своей семьей бейсбол. У отца, сирота и вот это вот. Точно! Он же был сиротой. Попался. Угу. Сложилось. Наконец-то. Куда мы приехали? Приют, церковь? Что это? У живых есть богатые и бедные районы. У мертвых тоже. У мертвых тоже. Это точно. В середине 19 века Гринвуд стал местом последнего пристанища для самых выдающихся жителей города. Серьезно? Серьезно? Вы знаете, как добиться успеха в Большом Яблоке? Ну, относительно. Blackset, Blackset. Так, мне дают поуправлять. Поэтому у нас есть еще вещи для дедукции. Давайте подумаем. Что бы это могло быть? Кто-то приказал Рэндаллу совершить это преступление, а Лирий лично убивает вот это и вот это, потому что это был не Алири. Точно. У Алири не стал бы посылать Рэндалла убить Дана. Он уволок бы его к себе в подвал, сказал бы небольшую речь, а потом убил бы сам. У Алири не имеет никакого отношения к смерти Дана. Теперь мы это знаем точно. У Алири достаточно. Спасибо. Теперь. Абинариус пропал после победы в бою. Кто-то выдает себя за врача. Вот, 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 вот. Теперь у меня есть все, что мне предоставляют. И вот это вот, пожалуйста, вот так. Да. Митчелл, который сражался бок о бок с Даном на войне, пытался выдать себя за врача Еля. Зачем? Ложный врач. Улик достаточно? Митчелл, один из олимпийской пятерки. Пытался выдать себя за врача. Ну да, это мы уже поняли с прошлой серии. У нас больше нету пищи для размышления, которые мы могли бы сопоставить, да? Вот он. Угу. Я его сразу узнал на фотке. Ну, рептилия, потому что, согласен, это кидалось в глаза. Пытался выдать себя за врача. Подошвы Алири не совпадают, но потому что это не он. Убийца все тщательно спланировал. Венариус. Уравьед убил Джотана. Ага, если верить папкам Алири, еле один из неприкасаемых. Насчет Колберта я не знаю, почему у меня эта штука до сих пор здесь висит. Потому что, так как по мне, мы Колберта в этой игре больше не увидим. Хе. Эм, возможно. Его же вроде как грохнули. Хорошо. Давайте методично осматривать кладбище. Стоит ли мне ходить по краям? То есть, это обычно то, что я сразу и делаю. Но что я здесь могу найти по краям? Я понимаю, что нам нужна одна из могил. И, учитывая то, что здесь есть большое дерево, вы понимаете, к чему это. Спасибо камере за неправда отвратительные ракурсы. Хе. Ммм. Ну, суть, потому что нам надо, это та могила. Но давайте походим, посмотрим. Давайте походим, посмотрим. А что тут за пустое место такое? Почему тут ничего нету? А, черный кот, полнолуние, ночь, кладбище. Что может пойти не так? Кстати, место оказалось гораздо больше, чем я изначально предполагал. Коллекто был, конечно, куда же без него. Воткнутый в могилу. Итак, давайте смотреть. Ну-ка. Сразу вот это подберем, чтобы... Не знаю, может быть мы потом к концу игры все-таки посмотрим, что такое. Сельский крест. Кольцо отражает солнечный свет и таким образом предположительно сдерживает дьявола. Полезная штука в это время суток. Вот этого я не знал, кстати, ребят. Это интересно. Бейсбольный мяч. Пока игра идет без куты ешек, я прям доволен. Четыре базы охраняют своего отца. Тут все замешано на бейсболе, да? Я так понимаю, или что, или где. Хм. Насчет креста это интересная информация. Спасибо, BlackSat. Я этого не знал. Ты для меня открыл что-то. Так. Возле этой могилы мы были. Я так понимаю, что мы все-таки под дерево. Она загадывает. Но я хочу еще вот эту могилку чекнуть. Которая так не очевидно стоит за деревом. Неужели там ничего нет? Или я просто не вижу? Углы камер. Зачем вы так сделаны? Пожалуйста, объясните мне. Хе-хе-хе-хе. Еда. Все еще горячая. Да, 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 да. Он здесь был буквально недавно. Давайте он не будет на нас сейчас нападать. Если бы она лежала здесь больше получаса, ее бы все облепили муравьи. Ну, это понятно. Он здесь не... Кто, кстати? Она. Он здесь не... Он здесь прячется, скорее всего. И нам нужно его найти. И этот парень на нас нападет, наверное. Если верить книге, которую я нашел дома у Дана, спортивные фанаты оставляют на могиле Брэдвика бейсбольные мячи, чтобы выразить свое уважение. Странно, что нет ни одного мяча. Может быть, ветром унесло. А может быть, кто-то забрал их себе, потому что считает их своим наследством. Логично. Джонни Бутс, жена Гарри Брэдвика. Та-та-та-та-та-та-та. Понятно. В памяти Гарри Брэдвике от Бейсбола. 20 апреля 1908 года. Тоже понятно. Ха! Еще и так можно. Если бы между битами был череп, было бы еще лучше. А я не могу полностью облететь с той стороны, нет? Ну хорошо, я понял. Он где-то здесь. А, на это тоже можно нажать. Никогда не доверял ангелам. Стоит ангелу пасть. Это да. Что? Перед вами демон. Перед вами демон. Я же говорил, ну блин. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это где-то что-то там связано с той могилой. Что это? Что за сало? Что за палочка? Курильница? Мундштук? Стоп! Не на время? Надеюсь. Он сидит на дереве. Вот он. Ну, сфокусируйся, пожалуйста. Спасибо. Привет, чувак. Давно не виделись. Довольная кошачья физиономия такая. О, ты заправил зажигалку? Неужели? Хорошо быть котом. Все видишь, все замечаешь, все чувствуешь. И перчатка пригодилась, да? Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Джодан встречается с кем-то за обедом. Я всегда был поклонником Warriors. Наверное, вот это лучше будет. Я всегда был поклонником New York Warriors. Хотя, честно говоря, сейчас они уже не те, что были раньше. Да, очень не хватает Крейга с ПНО. Эм... Вот это. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Перчатку с автографом великой звезды. Я не мог поверить своему счастью. Джодан встречался с кем-то за обедом недалеко от клуба. Потом он позвал этого человека пожить у себя, чтобы тому не пришлось жить на кладбище. Я бы в жизни не догадался, кто это. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Крейггомет на перекрытии на кладбище Stress чуть-чуть Rev. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. не слишком ли ты много просишь примат озвучка где что занимаясь цены ребят кто вы такой частный детектив я джон блэксет частный детектив как джо давайте по очереди теперь моя ваша очередь зачем вы встречались с данным почему здесь прячетесь вот чем прикол почему вы здесь прячетесь потому что я опасаюсь за свою жизнь потому что только здесь я чувствую себя в безопасности потому что джо забрал меня к себе но они и туда нагрянули чем он хотел и кто хочет вас убить один вопрос за раз как джо что случилось бы скажи я ему правду он бы слетел с катушек это было возможно его убили я скажу правду джодан мертв убит я же говорил тебе джо как это произошло воспользовались по очереди давайте по очереди моя очередь как ваша перчатка оказалась да это я знаю чего хотя чего от вас хотел дан вот это хороший вопрос почему вы здесь прячетесь то глупо мы уже спрашивали что она что от вас хотел дан вот что он интересно чего от вас хотел дан он хотел узнать кто в спортивном бизнесе играет грязно грязнее чем обычно разрушенной жизни карьеру уничтоженный в самом расцвете он хотел узнать не случилось ли то же самое со мной он хотел узнать не связано ли завершение моей карьеры и мое исчезновение совсем этим он хотел чтобы я подтвердил кто за этим стоит тот человек который его убил наш старый друг хирург хирурга ставлю давнего друга обвиняет хирурга и врач точно но это было очевидно митчелл и есть хирург это он за всем стоит почему а этот хирург которого вы вспоминали он моя очередь это интересно я хочу знать почему я должен вам доверять потому что потому что вот мы с дру мы друзья были сделайте это для дана нашего общего друга моя очередь моя очередь а этот хирург которого ты упоминал это не он ой эй он сбежал эй это подача но он сбежал не надо еще раз что ли мое ухо и самооценка изрядно пострадали зато у меня появилась новая зацепка хирург дам этот ублюдок ускользнул прикинувшись врачом но теперь я буду на страже где бы он не спрятался и как бы не маскировался я его найду что ж я видимо неправильно ну мне показалось что дружба и всякое такое я выбрал неправильную стратегию то есть ты хочешь сказать что первое у нас есть коррупционный скандал который затронул множество самых разных спортсменов именно так второе за ниточки дергает некий хирург по имени Митчелл человек который служил с Даном верно? верно может быть это ложный след может быть но это может оказаться и ложным следом ладно на чем я остановился третье да? третье Дан вышел на Митчелла или кого-то другого и тот нанял Муравьеда чтобы избавиться от Данна так а потом раз уж ты продолжил ворошить осиное гнездо Муравьед пришел и за тобой да но совершил ошибку и Митчелл или кто-то другой убил его чтобы замести следы и... нет минуточку четвертое с отгадкой как-то связан старый друг Данна и Митчелла Крейг Спеннол ты ему и впрямь доверяешь? нет хотя мне кажется он что-то скрывает иначе зачем был нутрал у меня такое чувство что Крейг чего-то мне не сказал я не знаю что он скрывает но обязательно выясню ну это да четвертое то есть пятое Данну убили пять то есть четыре дня назад после того как он пригласил Спеннол к себе домой неужели это не делает его подозреваемым? логично не правда ли? ну логично да что-то в этом есть ха ну и кто из нас теперь детектив? я на самом деле сейчас даже не знаю кому подозревать он сказал Смирнову что убежден в невиновности Еля однако тот что-то скрывает но что с Олирии? это шестое нет Олирии тут ни при чем нет я знаю Олирии он не стал бы поцелать убийцу он бы взял все в свои руки а что с Кэссиди? седьмое так? ммм кто бы все это не спланировал он понимал что версия с самоубийством не выдержит критики поэтому сфабриковал улики чтобы подставить Еля Кэссиди слишком импульсивен чтобы провернуть такую сложную схему значит хоть ты в этом и сомневаешься за ниточки дергает Митчелл а знаешь почему? потому что в детективах убийца всегда тот кого сыщик знает с самого начала может в английских детективах и так мне ну когда под подозрением в убийстве все кто оказался в особняке но вдруг у нас американский детектив в котором сыщик и убийца не встречаются до последней сцены то есть мы до сих пор не знаем кто за всем стоит? я этого не говорил как все прошло с Эллен Мур? я так ничего и не узнал хотя начиналось все неплохо я попросил ее о совместном интервью с ее парнем Эллом Стоуном и поскольку я звезда журналистики они были рады и я не понял и я не понял и я не уверен что я не знаю я не знаю я не знаю что я не знаю Конечно, дорогуша. Они платят мне гораздо больше, чем я прошу. Вообще-то Чемпи так восхитительно вкусны, что я готова делать это бесплатно. Я ответила на ваш вопрос? Эээ, нет. Глупости. Мы оба понимаем, что да. Так. Ну, вот по очереди. А вот вопрос для Элла. Вы ревнуете за то, что вашу девушку любит вся Америка? Что вы можете сказать про бой с Еллом? Как думаете, чтобы успешно выступать, нужен менеджер? Вот. Ваш менеджер Фрэнк Кессиди, президент ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит, что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Мы никогда не говорим о политике, дорогуша. Спортсмены должны держаться подальше от спорных тем и сосредоточиться на спорте. Разве не так? Да, это точно. Продолжим. Понятно. Сделаем снимочек. Пора сфотографироваться. Как нам позировать? Теннис против бокса. Любовники. Ладно, может быть обнимитесь? Покажите свою любовь. Смотрим изображение. Нажмите, чтобы сделать фото. Окей. Сделать фото. Вам же завидует вся Америка. Это фото мне потом пригодится, мне кажется. Задать вопрос Эллен. Итак, Эллен. А слухи о вас и о Лире, вы не боитесь, что бокс... Вот, вот, вот. Встречаться с боксером может быть опасно. Вы не боитесь, что удары в голову могут плохо сказаться на его интеллектуальных способностях? Дорогуша, посмотрите на него, а потом на себя. Вы в самом деле считаете, что я с ним из-за интеллектуальных способностей? Эллен. Записывайте. Ничто не изменит моего мужчину. Его интеллект, мужественность и честность бокса устойчивы. Итак, еще один вопрос и... Кто это? Эл, дорогой, ответишь на него? Я поприветствую поклонника. Она была недовольна тем, что кто-то подошел. Я сейчас вернусь, мистер Пуллицер. Погоди. То есть она перестала улыбаться, когда появился тот поклонник? Ну да. А можешь его описать? Смогу даже показать, как только проявлю фотографии. И вообще-то мне тоже показалось это странным. Поэтому, пока Стоун отвечал, я сделал несколько снимков Мур и ее таинственного поклонника. Кстати, вот эта новая механика со снимками... Блин. Ладно, на чем мы остановились. Прикольно вроде как. Вы ревнуете из-за того, что встречаетесь с любимцей всей Америки? Можете сказать про сын... Та-та-та-та-та-та. Как вы думаете, чтобы успешно... Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит вся Америка? Ну, я бы не сказал, что ревную. Но я знаю, что такие известные и честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Многие хотели бы положить конец своей карьере, так что это... непросто. Сделай снимок. Что ж, начинаю снимать. Покажите мне спину. Повернитесь и покажите мне свои бицепсы сзади. Вот так? Точно. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Ладно, на чем мы остановились? Сделать снимок. Что ж, начинаю снимать. Покажите. Вот так. Посмотрим, что вы думаете об этом. Закройте глаза и положите подбородок на кулак. Боксер-мыслитель. Вот так вот? Именно. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Да блин, я же... Ну, конечно, еще раз. Ладно, на чем мы остановились? Полин, черт побери. Я думал сначала, что я... Да-да-да, подбородок на кулак. Вот это. Посмотрим, что вы думаете об этом. Закройте глаза и положите подбородок на кулак. Боксер-мыслитель. Вот так вот? Именно. Вот так вот. По-моему, это уже наши переводчики отсылку сделали. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Иногда придется действовать особенно аккуратно и строго в определенный момент, ни раньше, ни позже. Ой, черт! Еще одна порция кутаешек. Конечно, еще раз, блин. Ладно, на чем мы остановимся? Да что со мной сегодня? Не двигайтесь, прошу вас. Так. Теперь получилось. Продолжим? Вырвен... Та-та-та-та-та-та-та-та. Давай еще один снимочек. И я сделаю еще одну, хорошо? Покажите спину. Повернитесь и покажите мне свои бицепсы сзади. Вот так? Точно. Так. Да что со мной? Не двигайтесь, попробую еще раз. Не успел. Конечно, еще раз. Блин, вот это вот, честно, бесит. На чем мы остановились? Снимок. Что ж, начинаю снимать? Думаете обоих. Главное, теперь все сначала, черт побери. Ладно. Подожди. Получилось сделать две фотки. Ты говоришь мне, что фотографии готовы? Или ты так сказал Стоуну? И то, и другое. Смотри. Так. Мне вот эта фотка интересна. Кто этот парень? Я уверен, что это не поклонник. Видел бы ты ее лицо, когда она его заметила. Интересно, сколько весит каждый бицепс? Как думаешь? Много. Но меньше твоего языка. Люблю твое чувство юмора. Я тоже. Так. Как там? Таб точно. Ты что, не видишь, что они любят друг друга? Нет. Честно говоря, я в этом не уверен. Любовь — это не подхалимство. Боксер-мыслитель. Боксер-поэт. Бокс внезапно может оказаться любимым видом спорта среди интеллектуалов. Думаю, она курит только тогда, когда нервничает. Это да. И что же ее нервирует? Это мы с вами уже выяснили. Хорошая фотография, но она не отражает правды. Что? Еще как отражает. Я же там был. Сто он вовсе не так силен, как может показаться. И Мур явно не нужна его поддержка. Так. Фотки, фотки, фотки. Какие мы еще? Вот эти мы с вами не видели. Вот. Посмотри на его руку. Он что-то достает из сумочки Мур или что-то туда кладет? Это хирург! Твою за ногу! Я только сейчас-то за... Хм. Я уже видел такой спичечный коробок. Стоп. Это же он. Кто? Митчелл. Хирург. Серьезно? Ха-ха. Попался. Пока нет. Точно. Еще нужно его найти. Дружище, ты что, не слышал, а что я не слышал? О чем я только что говорил. Нужно рассмотреть эти фотографии. Нам нужна зацепка, которая выведет на Митчелла. Ну, видишь? Вот. Как я и говорил. Красавчик. Просто красавчик. Игра не красавчик в этом случае. Игра меня заставила переигрывать. Потому что, если ты вторую фотку случайно лажаешь, то ты начинаешь все сначала с самой первой фотки. И, пожалуйста, попозируйте. И всякое такое. Не знаю. Я там вырезал, наверное, минуты четыре записи. Если не пять. Честно, вот это было, жаль, текутаешки. Лайгуана. Лайгуана. Это же там... Спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Этот бар принадлежит одному из тех ребят, с кем мы играли в покер, если вдруг вы не помните, ребятки. Хотя уверен, что помните. И ни разу там не объявился Митчелл. Не входил и не выходил. У меня не было выбора. Чувак, подумай, может, тебе стоит поменять этот купе на какой-нибудь большой просторный седан. Он тебя узнает. Я вижу, вы решили принять мое приглашение. Как бы он нас не сдал потом, черт побери. Приветствую вас, мистер. Как вас, говорите, звать? Насколько я знаю, Лайгуана всегда сохраняла нейтральность. Он играл в покер с Кэссиди, но у Лири использовал его бар для передачи денег. Имело ли смысл прикидываться и дальше? Или открываться было слишком опасно? Джон Блэкмор. Блэкмор. Джон Блэкмор. Я так и знал. Хотя техасский говор у вас неплохой. Он подозревал. Скажем, я просто представляю определенное спортивное лобби, и о котором я бы не хотел говорить. Понимаю. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэкмор. На взвешенный риск. Да. Да вы талант. Тут получается явно лучше, чем в покер. Тут куда проще. Никто не сможет обмануть. А вы даже не вздрогнули, когда Кэссиди решил преподать тому Орлу урок. Что тут сказать? Я бы и сам так сделал. Для меня это не впервые. Я был слишком сильно шокирован. Если бы Кэссиди не приказал парикмахеру убить его, я бы сам это сделал. Некоторые просто не заслуживают того, чтобы жить. Вы объявили Паулю своему презрению к Кинсу. Черт. Мы просто ищем таланты. Не волнуйтесь. Я просто любопытен. Так, что насчет меня? Что ж вам нужно от меня? Никто не приходит в Ла-Игуану, чтобы просто выпить или сыграть в пул. Мне нужен один из ваших постоянных посетителей, доктор Ангус Митчелл. Зачем? Он не спросил, кто это. У него на хвосте копы. Это вас не касается. Мы вместе служили во время войны. Я хочу... У него на хвосте копы. Я просто хочу его предупредить. Ну, конечно. Вот что. Я свяжусь с Митчеллом. Приходите завтра вечером. Вы не понимаете. Я должен с ним поговорить. Иначе... Иначе что? У меня есть друзья, с которыми вы вряд ли захотите познакомиться. Я скажу, Кэссиди, что вы работаете с Олирией, вы теряете возможность неплохо подзаработать. Вот что. Вы потеряете возможность неплохо подзаработать. Я умею награждать союзников. Думаете, я трачу свое время в этой дыре исключительно ради денег? Прошу вас. Не говорите глупостей. Что-то еще? Скажу, Кэссиди, что вы работаете с Олирией. Вряд ли Кэссиди будет рад узнать о той роли, которую его партнер по покеру играет в операциях Олирии. Уверен, вы это понимаете. Вот сукин сын. Хорошо. Дайте мне свой телефон. Я позвоню, когда Митчелл появится. Нет, вы позвоните ему прямо сейчас и передадите сообщение. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят, спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это скучно и нудно. Зачем нам это повторять? Настолько, что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю. Словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то. Мы за ним будем следить. Владелец Лайгуана должен был сказать Митчеллу о том, что некий муравьев все еще жив. А-а-а! И что он обязательно расколется. Это лишь вопрос времени. Если повезет, Митчелл занервничает и объявится. Теперь остается только следовать за ним. Неужели сработало? Мне кажется, что я там не совсем правильно сыграл, но... Знаете, что меня устроит, если в конце этой игры мы найдем настоящего убийцу и останемся живы. Вот мой, короче, такой... Задача минимум на прохождение этой игры. Потому что Блэксэд слишком мне нравится. Я не хотел бы его убивать своими поступками. Я каждый раз, когда я рискую, я опасаюсь именно этого. Что я случайно где-то поверну на ту дорожку, где Блэксэда в конце грохнут. Я не хочу этого. Честно, не хочу. Он слишком крут. Из-за того, что здесь кривое управление, я точно знаю, что я вряд ли буду перепроходить эту игру. Еще игра такая... Каждый раз такие надписи выдают. Вы решили запугать там. Или вы решили высказать презрение. Как будто они тебе такие говорят. А-та-та! Все, из-за твоего выбора тебе сейчас кранты. Блин. Игуана не так прост. Игуана совсем не так прост. Нас сейчас ждет очередное опасное погружение в какую-то Клоакути, в Аконтор и Олирии. Только, по-моему, здесь будет опаснее и хуже. Лошадь! Да, это он их на. Теперь это очевидно. Револьвер... Вот эти наводки тоже отвратительные, кстати, если че. Наводится прям по полчаса. Ну, да, револьвер, мы поняли. Будет какая-то озвучка, нет? Чемодан. Явно с деньгами. Он оставил ее снаружи. Интересно, что там? Можно подслушать, конечно, то, о чем они будут говорить сейчас. Это подслушать. Ну, это револьвер, мы это уже видели. Давайте это все будет не на время, пожалуйста. Я могу что-то... А, куртка, куртка. Я могу куртку видеть. Да. Я что-то только сейчас об этом... Да, это они. Hell's Horses. Адские лошади. И теперь давайте послушаем. Все будет в порядке, не беспокойся. Гил, стой на шухере. Если появится код, ты знаешь, что делать. Я вернусь через час. В чемодане бомба. Он доктор, он хорошо разбирается в химии. В чемодане, скорее всего, бомба. Он хочет... Или заминировать госпиталь, или еще что-то. Это просто мои предположения, но это самое логичное, что мне кажется. А с чего бы ему опасаться, что явится код? Вот что меня насторожило. Что я могу увидеть на тебе еще, дружище лицо? Револьвер. Но я его видел уже раз 10. Что я еще могу увидеть? Напрямую высовываться нельзя. А, то есть... Все, что ли? Вы мне предлагаете три раза на револьвер посмотреть? Интересно, я смогу застать его врасплох вон оттуда. Хотя я понятия не имею, как туда забраться. Лестница. С крыши. Мне нужно как-то попасть на крышу. Вы предлагаете... Как я оказался там? Ты же код. Не знаю, как тут... Сейчас будем пытаться что-то сделать. Где-то как-то... Что мне сейчас предлагает сделать пустой экран? Вот что мне интересно. А, пустой экран. Я думал, что... Я не заметил нашего детектива. Он так тихонечко в тенечке стоял. Что я его просто не увидел. Знаете что, ребятки? Я вам предлагаю... Продолжить следующей серии. Потому что явно нас сейчас ждет что-то большое, длинное и глубокое. Не подумайте, никаких плохих аналогий. Я имею ввиду, что... Сейчас дальше ждет очередной виток сюжета. И мне кажется, что он просто не вместится в наш хранный мир сраж. Поэтому... Я предлагаю продолжить в следующий раз. Я практически уверен, что мне придется опять минут 10 доигрывать до этой минуты. Но я на это согласен. Так как я боюсь, что... Потом в серию придется рвать, резать или еще что-то такое. Давайте закончим на этом моменте. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобрам. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!